Повышенное внимание приковано к Нью-Йорку и Генеральной Ассамблее ООН, где совсем скоро стартует общеполитическая дискуссия. Выступление мировых лидеров по всем ост проблемам. Ее уже заранее называют исторической. За все время существования Организации Объединенных Наций она обещает стать самой насыщенной. Особо ждут заявления Владимира Путина. Он в числе тех, кто сегодня откроет недельный форум. Известно, что центральное место в его выступлении займут сирийский кризис, неотделимая от него проблема распространения терроризма и роль ООН в разрешении мировых конфликтов. Какие-то из этих тем Путин и Обама, вероятно, затронут во время двусторонних переговоров. После того, как стало ясно, встреча состоится, в Кремле подчеркнули, инициатором были именно США. О чем будут говорить? Лидеры России и Соединенных Штатов едва ли не самая жаркая тема, которую особо обсуждают мировые СМИ. И что объяснимо, в нынешней ситуации повышенный интерес вызвало интервью Владимира Путина американскому телеканалу CBS. Несколько часов назад он показал полную версию. Подробности у Дениса Давыдова. 60 минут. Популярная программа на американском телевидении. Час эфира у российского президента накануне его визита в США. Свой эксклюзив национальный телеканал CBS анонсировал несколько дней. Интерес аудитории подстегивали отрывками большого разговора. В многочисленных комментариях американские зрители не скрывали, ждут полную версию интервью. Оно вышло в воскресный прайм-тайм. Журналист Чарли Роуз задал десятки вопросов. Начал со злободневных тем. Сирия. Зачем Москва помогает официальному Дамаску? Более двух тысяч боевиков находятся на территории Сирии. Выходцев из бывшего Советского Союза. Есть угроза, что они к нам вернутся. Так чем ждать, пока они к нам вернутся? Лучше помочь Асаду бороться с ними там, на территории Сирии. Вот это самый главный побуждающий мотив, который подталкивает нас к тому, чтобы оказать Асаду содействие. Но и в целом мы, конечно, хотим, чтобы ситуация в регионе не самолизировалась. Готовы ли вы направить российские войска в Сирию, если такая возможность возникнет в рамках борьбы с ИГИЛ? Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии или в других государствах. Во всяком случае, на сегодняшний день мы этого не планируем. Владимир Путин напомнил, Башар Асад – легитимный президент. Его выбрал сирийский народ, и только гражданам решать, что делать с руководством своей страны. Вмешательство внешних сил недопустимо, как это было, например, в Ливии или Ираке. Свержение законных руководителей с подачи Запада привело к развалу государственности и хаосу в огромном регионе. Вспомнил российский президент о цветных революциях и переворотах на территории бывших советских республик. Больше всех сейчас страдает от них Украина. Украина – самая близкая к нам страна. Мы все время говорили, что Украина – братская страна, так и есть. Значит, это не просто славянский народ, это самый близкий к русским народу. Язык очень похож, культура, общая история, общая религия и так далее, и так далее. Что я считаю абсолютно неприемлемым для нас – решение вопросов, в том числе спорных вопросов, внутриполитических вопросов в республиках бывшего Советского Союза с помощью так называемых цветных революций, с помощью переворотов и неконституционным способом смещения власти действующих. Вот это абсолютно неприемлемо. Вот наши партнеры в Соединенных Штатах не скрывают, что поддерживали тех, кто выступал против президента Януковича. Вы считаете, что Соединенные Штаты связаны со свержением Виктора Януковича? Я знаю об этом точно. А откуда вам это известно? Очень просто, потому что люди, которые живут на Украине, у нас с ними тысяча совместных всяких контактов и тысяча связей. И мы знаем, кто, где, когда встречался, работал с теми людьми, которые свергали Януковича, как их поддерживали, сколько платили, как готовили, на каких территориях, в каких странах, и кто были эти инструкторы. Мы все знаем. Свержение легитимных режимов не наш метод, подчеркивает Путин. Россия против вмешательства во внутренние дела суверенных стран и просит уважать их независимость. Журналист парирует. Москва якобы ввела войска в Донецкую и Луганскую области Украины. У вас есть военное присутствие в Европе. В Европе находится тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов. Не будем об этом забывать. Это что означает? Что вы оккупировали Германию? Или только преобразовали оккупационные войска в войска НАТО? А если мы держим свои войска на нашей территории, на границах с каким-то государством, вы считаете, что это уже преступление? Сейчас Россия на международной арене активна, как никогда в новейшей истории. Заметны не только дипломаты, но и наши корабли и самолеты, которые обозначают присутствие в разных точках Земли. Вы гордитесь Россией? И это значит, что вы хотите, чтобы она играла более значимую роль во всем мире? Это не является нашей самоцелью. Я горжусь Россией. Нам есть чем гордиться. У нас нет какого-то фетиша по поводу супердержавности России на мировой арене. В последнее время Запад в действиях российских властей видит имперские амбиции. Не обошел эту тему и Чарли Роуз. Вы говорили, что самой ужасной трагедией прошлого века был распад Советского Союза. Однако некоторые люди смотрят на Украину и Грузию, думая, что вы хотите воссоздать не Советскую империю, а скорее сферу влияния, которую Россия, по вашему мнению, заслуживает из-за связей, существовавших все эти годы. Почему вы улыбаетесь? Вы меня радуете. Нас все время подозревают в каких-то амбициях и все время стараются либо что-то исказить, либо что-то не договорить. Я действительно сказал, что считаю распад Советского Союза огромной трагедией XX века. Знаете почему? Прежде всего потому, что в одночасье за границами Российской Федерации оказались 25 миллионов русских людей. Они жили во единой стране, вдруг оказались за границей. Представляете, сколько проблем возникло? Бытовые вопросы, разъединение семей, экономические проблемы, социальные проблемы. Просто не перечислить все. А вы считаете это нормально, что 25 миллионов человек, русских людей оказались вдруг за границей? Русские оказались самой большой разделенной нацией в мире сегодня. Это не проблема. Для вас нет. А для меня проблема. Отдельный вопрос был посвящен политическому климату в России. Утверждают, что ваша власть безраздельна, а также, что власть, и тем более абсолютная власть, развращает абсолютно. Что бы вы сказали этим людям? Не может быть никакой демократии без соблюдения закона. И все должны его соблюдать. Вот это самое главное и основное, о чем мы все должны помнить, о чем никто не должен забывать. Вот в Соединенных Штатах сколько демократический процесс развивается? Ну, с самого начала создания Соединенных Штатов. Ну, а что, сейчас вы считаете, что все решено с точки зрения демократии? Если бы все было решено, то не было бы проблемы Фергюсона, правда? Не было бы других проблем подобного рода. Не было бы произвола полиции. Наша задача заключается в том, чтобы видеть все эти проблемы и вовремя, и должным образом на это реагировать. То же самое касается России. У нас тоже много проблем. Передача выходила в эфир на американском телевидении, так что прямых вопросов и параллелей относительно США было много. Например, у Путина спросили, что ему больше всего нравится в Соединенных Штатах. Российскому президенту по душе творческий подход в решении многих проблем. Вашему рейтингу популярности в России, я думаю, позавидует любой другой политик в мире. Что делает вас настолько популярным? Есть нечто, что объединяет меня и других граждан России. У нас есть нечто общее, что нас объединяет. Любовь к родине. Некоторые называют вас царем. Ну и что? Меня, знаете, по-разному называют. У нас, знаете, как говорят. У нас, нет. Важно не то, как тебя называют со стороны доброжелатели, друзья или твои политические противники. Важно то, что ты сам думаешь о том, что ты обязан делать в интересах страны, которая тебе доверила такое место, такой пост, как глава российского государства. Это накладывает огромную ответственность. Колоссальную. Интервью Владимира Путина на популярнейшем национальном канале США вышло в эфир в воскресенье вечером, когда у экранов собираются целыми семьями. Сегодня, очевидно, CBS вновь будет активно цитировать российского президента. Через несколько часов он выступит с трибуны ООН. Эту речь ждет буквально весь мир. Денис Давыдов, Павел Рудаков и Сергей Филиппов. Первый канал.